Привет! Сегодня я хочу рассказать все, что, на мой взгляд, необходимо знать рекламному иллюстратору о законах перспективы. Художника и архитектора, конечно же, с математической точностью, вплоть до миллиметра, учат понимать размеры предметов по мере их удаления от взгляда зрителей. Но в жизни эти знания приходится применять крайне редко. Вообще реальность такова, что законы реальные, законы перспективы и законы рекламной перспективы отличаются друг от друга примерно так же, как и библейские законы отличаются от воровских. То есть такая неуловимая, огромная разница. Поэтому я считаю, что того небольшого костика реальных знаний, которые я сегодня дам, в принципе, достаточно для штатных ситуаций из жизни иллюстратора. Поехали! Итак, перспективы проявляются в четырех параметрах. Размер, тон, фокус, цвет. С размером все более или менее ясно. Объект уменьшается по мере удаления от зрителя. Интенсивность этих изменений в размере его уменьшения зависит от художника, от того, где он задумал точку схода. В рекламе перспектива обычно очень интенсивная. Вы наверняка видели пивной бокал или бокал с кока-колой, который настолько стремительно уходит вдаль, как будто вы смотрите на 300-метровое здание из окна вертолета. То есть это нормально, преувеличенная перспектива. Ну и, конечно, все объекты по мере удаления должны сохранять свои пропорции относительно друг друга. В принципе, это правило соблюдается в рекламе, но примерно как в Техасе. Все большое. С тоном все не так очевидно, хотя довольно просто. Близко к зрителю объект воспринимается наиболее контрастным и по мере удаления от взгляда теряет в своем контрасте. То есть, если абсолютно одинаковые предметы расставлены на разном расстоянии от вашего взгляда, то наиболее контрастный – это наиболее близкий к вашему взгляду предмет. Этот эффект активно эксплуатируется в рекламе для того, чтобы привлечь ваше внимание к определенной точке изображения. И именно учитывая этот эффект, не нужно делать такую ошибку, как, например, чрезмерное выбеливание белка глаз, потому что на контрасте с ресницами белок начинает активно выпирать вперед и преодолевает не только толщину века, но иногда и, кажется, находится ближе, чем кончик носа. Что, естественно, неправильно и выглядит неестественно. Влияние перспективы на резкость предмета отчасти связано с потерей его контраста, отчасти связано с наличием пыли в воздухе, наверное, связано с свойствами нашего зрения, но, тем не менее, по мере удаления от нашего взгляда предмет потихонечку начинает размываться в своих границах и терять свою четкость. Однако не стоит забывать, что наше зрение позволяет нам фокусироваться на дали и на близи. Если мы фокусируемся на дали, то близь замывается, если мы фокусируемся на близи, то замывается дали. Этим процессом в графике управляет художник. Там, где точка фокуса, туда вы и смотрите. Одна девочка так проиллюстрировала цвет в перспективе. Развозя голубую краску по уже нарисованным деревьям, она сказала, что это воздух. Поэтому перспектива называется воздушная, потому что по мере удаления предметов от взгляда, они становятся все более голубыми, набирая цвет воздуха на себя. Поэтому горы кажутся нам углыми вдали, хотя деревья вблизи очень даже зеленые. И такие же зеленые деревья растут в горах, которые кажутся нам голубыми вдали. В помещении, конечно, нет таких расстояний, чтобы мы могли оценить влияние воздуха на предмет. Но нужно помнить, что каждый предмет по мере удаления будет терять в своем цвете, становиться все менее и менее ярким. Итог такой. Перспективу можно всяко ломать в пользу визуального эффекта. Можно противоречить здравому смыслу. Главное не противоречить самому себе и создать целостное яркое впечатление.